Всем привет, добро пожаловать в новый влог, он будет о покупках одежды, обуви и аксессуаров, как обещала. Почему влог? Потому что этот формат чуточку проще и на самом деле я уже нахожусь в своей комнате, но я до сих пор не принесла свою основную технику этой камерой, свет, все нужно распаковать, расставить, настроить, а я с техникой на вы, поэтому это займет какое-то время, но я всегда могу взять влоговую камеру, поболтать с вами, что-то обсудить, чем-то поделиться. И прежде чем мы перейдем к основной теме этого видео, я хотела бы сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку. Я осознаю, что я не снимаю в пустоту, что под ту сторону экрана находятся живые люди, которые способны разделить с тобой как большую потерю, так и огромную радость, и плакать с тобой от горя и от счастья. И просто спасибо вам за то, что вы не потеряли свою человечность. Я кручу в руках палетку, которая сегодня накрасилась, в такой темный довольно макияж получился, но мне нравится очень хорошее качество теней, это Too Faced, ну вот эта нюдовая. И здесь такие классные оттенки, но в основном все-таки она тепло-розовая. Я думаю, что летом, когда уже появится загар, будет вообще супер. Ну что, поехали с покупками. У меня как-то довольно много обуви, и наконец-то распакую то, что стоит давно. Это кроссовки Puma. Это, пожалуй, самая дорогая покупка в этом ролике. Я искала себе что-то светленькое на лето, и так получилось, что моя мама приехала ко мне в начале весны, ну прям в первых числах марта. Было холодно, потом потеплело, и ей нужно было что-то обуваться, одеваться, у нас разные размеры. И мы сначала поехали с ней в магазин. Она купила себе такие кроссовки, только другого цвета. И она говорит, боже, они вообще как облачко, они такие удобные. Классическая модель, я обязательно покажу вам, как она выглядит на ноге. И моя мама была права, они совершенно не ощущаются на ноге, и в них можно пройти очень много километров. Они бывают разных цветов, и полностью белые, и полностью черные. Название модели я оставлю вам внизу. Где мы покупали в Кракове? У нас есть такие магазины, Martis, он находится в Outlet, в краковском Factory. И там была как раз акция, что при покупке двух моделей, вторая пара обуви, ну, при покупке двух пар обуви, вторая идет за половину цены. Поэтому, если вы находитесь здесь, то очень рекомендую поехать туда. Я уверена, что вы там что-то выберете. Я детям там часто покупаю именно спортивную одежду и обувь. А вот эти кроссовки супер. Платье, которое сейчас на мне, я брала с собой в Италию. Да, мы ездили в Италию еще, по-моему, в середине апреля, буквально на выходные. Но там погода была другой, гораздо теплее. Я успела погулять в нем. Платье очень классное, очень удобное. Это такой приятный хлопок. Это H&M. Оно недорогое, и как-то на сайте не смотрится привлекательным. Но в жизни это та вещь, которую надеваешь, любые шлепки, любая сумка или авоська, и все, ты готов. Полосочка всегда, по-моему, актуальна. Я ни разу не слышала, что морская тематика не в тренде. Это базовый гардероб. При том, что ткань не плотная, она как-то особо не просвечивается. Кстати, девочки, у нас совсем скоро начнутся распродажи. Где-то с начала июня и вплоть до августа. Так что многие из этих вещей можно будет найти со скидками. Я сама не особо шопилась и думаю, что как раз во время скидок я похожу по магазинам или онлайн что-то. Классную встречу. Обувь. Продолжаем с обувью. Вот такие полулоферы, мюли в стиле Gucci из Reserved. Это премиум коллекция, но они, опять же, не заоблачно дорогие и они из натуральной кожи. Очень красивый цвет, который ко многому подходит. Здесь такая золотая пряжка. И только сейчас увидела, что пряжка пачкает кожу. Но это не критично, это не бросается в глаза, эта пряжка все равно как-то не шевелится. Они очень мягкие, они ни разу мне не натерли. А я много гуляла в них и они не спадают во время ходьбы. У меня 38-й размер. Нет, извините, 37-й. Я была уверена, что 38-й. Видите как? 37-й размер. Да, это суперская покупка. И, к сожалению, вот только, видите, они сгибаются и так немножко деформируются, как, например, лоферы из Massimo Dutti. Ну, мне кажется, что даже Gucci будут так сгибаться, но у меня их не было. Зато вот эти... Класс. Рубашку я покупала, наверное, еще в январе. И если ее нет в Mango, то очень похоже из льна или из хлопка. Есть как в H&M, так и в Zara. Такой жизнерадостный весенний цвет. Я очень хотела часто носить эту рубашку весной, но у нас до сих пор еще прохладно. Надевала ее под куртку, под пальто и также в Италии. Это хлопковая рубашка в размере XS из Mango. Но это очень условный XS, потому что она суперобъемная. Мне как раз это в ней нравится, потому что я могу ее завязать, могу заправить ее в штаны при желании, могу надеть поверх платья. В общем, вариантов есть масса, но то, что меня больше всего в ней привлекло, это, конечно же, цвет. Не каждый зеленый мне идет, не каждый зеленый мне нравится, но вот этот конкретный оттенок у меня ассоциируется с началом весны, когда все распускается, когда все такое нетронутое еще с солнцем. И, знаете, вот как что-то такое свежее, да? Очень красивая зелень, и она, как мне кажется, освежает меня. Вот если приглушенный оттенок зеленого или более холодный, нет, я в нем еще бледнее, еще как-то более унылая. А вот этот оттенок меня, конечно, просто пленил, и в сочетании с черным мне особенно нравится. Это выглядит невероятно стильно. Говоря о черном, увидела в Заре брюки, они, правда, синтетические, но они тоненькие и свободные, поэтому, в принципе, тело дышит, и мне было нормально, даже когда за окном там плюс 25. Это укороченные брюки на резинке из Зары с вот такими завязками. Я мерила XS, они сидят неплохо, но даже на моем метре 60 в прыжке они коротковаты, поэтому я взяла себе S. Здесь есть карманы. Между прочим, я мерила такие же светлые, и светлые просвечиваются. Эти нет, и светлые смотрелись так несуразно, потому что просвечивается нога, и потом бац, карман, вот такие пятна по бокам. Это не очень, поэтому черные могу рекомендовать. Моя мама купила себе такие же. Аксессуары. Вот такая сумка-авоська из H&M. Она соломенная, точно такая же есть светлая. Я сначала вообще-то заказала светлую, а потом решила, что, пожалуй, поменяю на черную. Хотя мне нравилась и та, и другая. Она очень вместительная. Здесь такие ручки, которые свободно позволяют повесить ее на плечо. И можно ходить как по городу, она не смотрится слишком пляжной, так и куда-то на озеро, например, на речку, на море, куда вы собираетесь. Я, кстати, собираюсь. У нас тут озеро недалеко, но только жду, когда потеплеет. И, возможно, мы тоже поедем в отпуск. Но, скорее всего, где-то в июле. Сумка не застегивается. И когда ты бросаешь какой-то блеск, мелочь, то все-таки желательно, чтобы это не выпадало. Поэтому я взяла маленькую черную косметичку. У меня это Айзенберг. И кладу ее внутрь. Джинсовая куртка в форме рубашки. Но ткань здесь очень плотная. Я несколько раз появлялась в ней в Инстаграме. Всегда было много вопросов. Откуда она? Это Pull&Bear. Стоила, опять же, недорого. Но учитывайте то, что у меня размер XS. И она вообще ни разу не маленькая. То есть она объемная. Но я как раз такую люблю. Можно носить как с платьями, так и с джинсами, с какими-то шортами. Мне кажется, что в этом году слишком жарко и лето нам не светит. Поэтому такая куртка точно мне пригодится. И цвет мне очень нравится. Она без каких-то порванностей, но слегка потертая. Например, рукав. Видите? Такой, как ноженый уже. То же самое с воротником и с карманами. Такой небольшой винтаж, скажем так. И внизу она выполнена в виде рубашки. Джинс не дубовый. То есть она колом не стоит, а как-то так хорошо усаживается. Очень прикольные и удобные шлепки из H&M. Я вас сейчас обманываю. Из Страдивариуса, которые ждут своего выгула. Они светленькие. Вот летнюю обувь я гораздо быстрее убиваю. Поэтому решила обновить. Стоили они 119 злотых. А со скидками вообще буквально даром. Здесь не острый нос. Не будешь цепляться. И несмотря на то, что здесь такой большой узел, он все равно не смотрится громоздким. И они не давят. У меня как раз в области косточек нога не узкая. И они не спадают, не натирают. Но во всяком случае я дома пробовала их носить. Все хорошо. Если я не ошибаюсь, то такие же были еще и другого цвета в нашем Страдивариусе. Еще одни легчайшие шлепки. Это H&M. Они тоже сделаны типа как из эко-кожи. И они вот смотрятся большими. Но поверьте, на ноге они выглядят довольно аккуратно. Не давят, не натирают. Единственное, что наверное не подойдут на узкую ногу. У меня не такая, к счастью. И у меня 38 размер. Это те шлепки, которые можно носить и в город, и на пляж, и на прогулку куда-то, и в песок с детьми. А потом раз-раз помыла под краном, под проточной водой. Или протерла тряпочкой. Они у меня так долго стоят и ждут хорошей погоды, что аж припали пылью. Несколько раз обувало, и я довольна. Совсем скоро у нас будет праздник. Это первое причастие Захара. О нем я расскажу, наверное, в следующем влоге. И будем вместе с вами выбирать наряды. Потому что у меня, конечно, загвоздка и счета. Во-первых, ничего такого подходящего для этого мероприятия нет. А потом у нас еще Кристины. Томок будет крестным. Это также семья. Это двоюродная сестра наших мальчиков. И за окном, опять же, не жарко. Я рассчитывала на платье. Но сейчас понимаю, что в платье я замерзну. Так что все-таки, наверное, придется мне надевать костюм. А вот что касается туфелек нарядных. Я видела их онлайн. И они всегда мне нравились. Но я как-то так побаивалась их заказывать. Потому что мне казалось, что силиконовая обувь, это не очень-то и удобно. Хотя у меня есть силиконовые босоножки из Зары. И столько, сколько я отплясала на них. В них на вечеринках, на свадьбе брата, Новый год. Я думаю, что вы приблизительно знаете, как они выглядят. Они, во-первых, не натирали. Там настолько удобный каблук. Не слишком высокий. И они еще и до сих пор не порвались. Я купила их на каких-то дичайших скидках уже. И я все-таки подумала, что эта модель будет довольно популярной. Поэтому нужно брать, пока они вообще доступны. Это Зара. У меня, девочки, 38 размер. Я думаю, что похожие можно найти на Алиэкспресс. Если встречу, то оставлю вам ссылку. Но я заказывала в конечном итоге в Заре. Не было лень нести из магазина. Но я померила их в магазине. Поняла, что надо брать. Силикон здесь мягенький. Они не спадают. И каблук здесь не чрезмерно высокий. То есть нога не слишком быстро устает. Я сама не часто сейчас надеваю каблуки. И это тот, который я могу вынести. И вот здесь еще на кончике носика, типа такая бежевая вставка. Видно вам? То есть пальчики полностью не просвечиваются. Но за счет того, что это силиконовая обувь, такое впечатление, что нога в них выглядит еще длиннее. Вот обувь я точно оставляю. А что будет с моим нарядом, я, честно говоря, не знаю. В любом случае, они настолько универсальны, что точно когда-то мне пригодятся. Даже на Новый год. О, здесь две пары сережек, которые я уже думала и не дождусь из Алиэкспресс. Но они приехали ко мне. Тоже вам покажу их. Еще одна сумка. Помните, в прошлом году у меня была похожая модель сумки из H&M? Столько, сколько я ее тягала. Я даже не пересчитаю. Вот куда бы я ни шла, я постоянно была с этой сумкой. Особенно, если много всего нужно было брать. Или даже на пляж, или в город. Не важно. И сейчас похожая есть в H&M только вот такая кремовая синяя. Ну, кремовая, или вот такую бежево-синюю можно найти. И не синюю, а черную, господи. Можно найти на Алиэкспресс. Я думаю, что такую тоже. Она из плотного материала. Это H&M, гусиная лапка. И мне нравится, что это сочетание, опять же, светло-коричневого с черным. Что это не контрастный белый с черным. Во-первых, так практичнее. Во-вторых, вот такой приглушенный, не снежно-белый цвет гораздо проще сочетается с тем, что у меня уже есть в гардеробе. Мне кажется, что у меня голова медленнее сейчас работает. После всех стрессов или я разучилась снимать. Одно из двух. Или и то, и другое. Но ничего, постепенно буду вливаться. Сумка держит форму. Здесь внутри есть кармашек. У меня там лежит еще одна пара обуви. Просто чистая, которая мне нужна для примерки. Сумка классная. И они были разных форм. И разных размеров в H&M. Я думаю, что во многих магазинах можно найти нечто подобное. Для меня это действительно незаменимое аксессуарное лето. Потому что и в пир, и в мир. И в горы, и на пляж. Две пары сережек. Девочки, за копейки. Я вам клянусь, они были максимально недорогими. Как для такого качества. У меня как раз была мама, когда они приехали. И мама говорит, ничего себе. Какая приятная цена. Во-первых, это колечки. Вот, видно вам. Колечки, которые на ушах смотрятся очень аккуратно. Они не слишком большие. И не слишком маленькие. Вот такие средние. И они, девочки, нелегкие. Ну, для кого-то это, возможно, будет минус. Но я люблю бижутерию не алюминиевую, которая выглядит дороже, чем она стоит. Давайте я сейчас покажу вам, как это смотрится на ушки. Я сделала чистку, я вам рассказывала. И пилинг для лица кислотный. Погода позволяет. И я думаю, как раз за две недели все будет хорошо. Господи, как меня начало сыпать. Что праздник у нас уже на этой неделе. А у меня несколько таких прыщей, которые, наверное, не пройдут. И я такая злая на себя, что вы себе не представляете. Такие колечки. Вот, серьезно. Они могли бы продаваться где-нибудь в Пандоре. Единственное, что я не ручаюсь, что продавец доставит слишком быстро. Потому что я сначала забыла о том, что я их заказала. Потом я вспомнила и думала, что они не придут. Что-то там писала продавцу. Он меня проигнорировал. Я, короче, плюнула, начались другие хлопоты. И они ко мне приехали в конечном итоге. Вторые сережки от того же продавца. Вот такие треугольнички. Это тоже Алиэкспресс. Надеюсь, что фокус меня не подводит. Они чуть легче, чем вот эти колечки. Я еще ни разу их не надевала. Сейчас проверим вместе с вами. Ой. Прикольно. Прикольно. Они совсем не ощущаются на ухе. Мне казалось, что у меня гораздо меньше покупок. Но оказалось, что нет. Я ошибалась. Значит, целый влог будет о покупках. Но надеюсь, что вам будет интересно. И вы как-то отвлечетесь. Были мы в Войше. И там очень много красивой летней одежды. И в город, и опять же на пляж. Куда-то на природу, на прогулку. Я увидела там штаны из льна. Взяла в размере S. Они, правда, широковатые. Но мне нравится, что они не передавливают меня в талии. Потому что талия у меня не то, чтобы супер узкая. Это темно-синий цвет. И они укороченные. Не знаю, как вам. А мне очень нравится этот наряд. И я уже раз так гуляла. Очень удобно. Все продувается. Конечно, это лен. Конечно, он будет мяться. И я, кстати, подумала, что мой муж любит поставить все на высокую температуру. И очень часто мои вещи и вещи детей становятся меньше. И его тоже, между прочим, из зары. Это какая-то катастрофа. Уже стираем иногда полностью в холодной воде. И они все равно скукоживаются на два размера. Я подумала, что даже если они сойдутся и станут меньше, ну, хорошо. В H&M заказала платье, которое не мерила. И здесь такой интересный материал. Он как хлопок, но тянется. То есть здесь что-то эластичное. Хотя сначала я даже подумала, что это что-то пластиковое. Пластик-фантастик, но вроде как нет. Вроде как хлопок. Платье необычное. Во-первых, оно с таким рукавом. Видите? И ткань. Обратите внимание на то, какая ткань. Она тянется, да? И сзади открытая спинка. Не мерила, потому что оно пришло ко мне вместе с нарядным платьем, которое я заказывала на праздник. С ним не сложилось. А вот это посмотрим. Нет, к сожалению, мне не нравится, как выполнены швы. Особенно справа. Платье хоть и прикольное, но оно поедет обратно. Слева еще куда не шло. Беру на заметку такое сочетание вещей. Но платье придется сменить. Несмотря на то, что оно красивое, женственное, необычное. С такой спинкой. Но тем не менее, смущают меня швы. И я не буду делать на это скидку. Еще одна рубашка. Так как я стараюсь не особо загорать, особенно в городских условиях, когда тебе кажется, ну, светит солнце, но вроде как не жарко. И вот именно тогда, не на пляже, я чаще всего подгораю. Поэтому поверх шелковых платьев, каких-то летних, с открытыми плечами и руками, очень часто я набрасываю вот такого плана вещи. И эта рубашка покорила меня своим цветом. Она из Zara. Смотрите, какой. У меня, по-моему, вообще ни одна вещь такого цвета нет. Но как-то хочется позитива чего-то такого, что будет поднимать мне настроение. Стоило 139 злотых. Размер XS. И сейчас, опять же, в других магазинах тоже много подобного плана вещей. И это не колючий лен. Так как я аллергик, и сейчас на фоне стресса это тоже обостряется, я не переношу вещи, которые некомфортны к телу. И это тот лен, который никак не раздражает меня. Даже не меня, а мою кожу. Вот. И моей маме тоже очень понравилась эта рубашка. И подружка спрашивала, откуда, откуда. Говорю и вам. Только XS, она, опять же, очень большая. Ну, как очень. Если вы совсем миниатюрная девочка, то, пожалуйста, не руководствуйтесь тем, что это XS, и что это будет по фигуре. Это рубашка Oversize. Прикольно будет выглядеть с белым, с белыми шортами. Помните, в прошлом году из H&M многие после моего видео купили их. И с черным тоже. Я как-то вот нацелена на черный. Просто нужно подоставать свои летние вещи. И последнее на сегодня это платье из Zara. Тоже 139 злотых. У меня в размере XS. Оно короткое. На высокую девочку сразу скажу, что может быть трабл. Тем более, что оно так развивается. Если подует ветер, то все будет наверху. Для меня это то платье, которое, опять же, куда-то на прогулку, в отпуск. И когда очень жарко, потому что это хлопок, но он тоненький. То есть тело будет дышать. И супер модный в этом сезоне зеленый цвет. Наряду, наверное, с голубым тоже. Мне он очень по душе. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. И мы с вами встречаемся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok